Этот маленький птенчик, хулиганчик, меня утром разбудил своим криком. Пришла она, кормила, потом поставила сюда. Спрашивали, почему не кладем гнездо? Потому что не знаем в какое гнездо. Все гнезда уже пустые, все улетели. Там даже его мама оттуда приезжает. Ну, прилетает, не приезжает. Логика. Она покакала на моем платье. Он. Никак не ориентируюсь. Еще не решили и не знаем, как проверить. Не знаем, куда положить. Еще волнуюсь, если наверх положу, вдруг упадет ночью. И здесь очень много кошек ночью приходят. Думаю, кто-то съест. Вот поэтому дома держим. И очень хорошо кушает то, что даю. Мы ему корм сделали. И прочли. Можно перемешать корм для собак с сахарной водой. Сладкой водой. Хорошенько замешаем. Рецепт говорю. Где это? Ой, не захотя, хочу покажать. Очень плохая смесь получается. Такая неаппетитная. Ну, он так хорошо кушает. И любит меня. Ну, подхожу. Так, голову вот так делаю. Он меня знает. И начинает просить еду. Но сейчас, думаю, не хочет уже. Уже поел, покакал на платье. И доволен. Давай этого домой отнесем. Мне надо быстрый салат сделать для армянского канала. Это сделаем. Что еще планирую сегодня? Не знаю. Ничего не планировала. Закончили. Или, может быть, не закончили съемки для моего влога. Канала влогов есть. Там Айрик. Армянский канал. Сейчас продолжаем снимать на русском канале. Пойдем, начнем снимать для армянского кулинарного канала. И продвинемся в светлое будущее. И последний глоток. Все. Пошли. Всем привет. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здесь выдуманный салат. То есть, здесь нечего даже думать. Свекла есть. Испекла два дня назад. Это кусочки остались. Еще этот маринад. Так вкусно получился. Я два куска съела. А эти дети все равно не кушают. Думаю порезать на кружочки. Это тоже порежу помельче. Смешать. Потом добавить свежую зелень на петрушку и укроп. Можно. Кинза вкусно было бы. Но с кинзой у меня нету. Сверху фета-чиз посыплю. Черный перец будет. Масло оливковое добавлю. Чеснок должна определиться на вкус. Если попробую. Если вкус от этого маринада хватит. Чесночный вкус. Не добавлю. И на всякий случай немножко уксуса тоже взяла. Посмотрю что получится. Гречную, гречную, не грешную кашу сварила. Думаю рядом с этой кашей очень вкусно будет. Anyway, поехали. Арам Джан пока не затемнело. Лю Син Джан. Дети пусть тоже помогают, да? Они помогают, когда говорят помогайте. Помогите. Съемку закончили. Отличный салат получился. Ха-джан. Кам хелп. Айсэн окнитанэнкнэр стогэс. Али. Ха? Скутер ха? Айсэгэнмэгон спрашивает. Идем кататься. Да, значит, что сделала. Порезала это на мелкие кусочки. Сверху полила. Воду от маринада. Рассол. На рассол добавила немножко масла оливковое, черный перец, чеснок, чуточку соли, потому что соли было недостаточно. О, кунжутные семена, фета-чиз, ну и зелень, что есть под рукой. Очень вкусно получилось. И за этим басматый райс. Какой цвет, да? Прекрасный. И вкусно-вкусно. Ага. Идем кататься. Дети ждут. И продолжим. Муж пошел немножко прогуляться. Потом позвонит. Мы с мальчиками. Я с мальчиками присоединюсь к прогулке. Такой у нас рутин. Летний рутин. Потому что, когда немножко похолодеет, я не гуляю. Я замерзаю. И хочу показать мою закваску, которая убежала. Уже готовая. Смотрите, какая красота. Так успокаивающей, да, выглядит закваска. Смотрите. Сейчас быстро тесто сделаю на хлеб. И потом, наверное, мужу же позвонит. Угу. Угу. Это сейчас добавляю в свежемолотую белую пшеницу. Белую твердую пшеницу. Обязательно делаю один к одному. То есть не всегда один к одному. Что есть под рукой уже молотый, скажем. Но стараюсь, чтобы половина муки была свежемолотая. Вот так вот. Сейчас дайте добавлю, замешаю. И почти готово. Это завтра буду печь. Так интересно пахнет. И такая теплая. Тесто быстро подходит с такой пшеницей. Так что надо быть внимательнее, чтобы не перешло все границы. Хотя он хочет, чтобы еще мололи. Ждет меня в гараже делаю. И как это? Мне еще рожь надо немножко перемолоть. Рожи обязательно добавляю. Но сейчас хочу по-быстрому закончить, чтобы другое что-то надо сделать сейчас. И соль сверху добавлю сразу же. Еще добавляю молотые семена льна. Не знаю, на глаз добавляю. Там почти ничего не осталось. Эмсидс тоже добавляю. Конопля. Семена конопли. Очень вкусно получается. Ну и полезно. Окей. И сейчас пусть крутится. Пока докрутится. Это тоже очень такой успокаивающий процесс. 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 Он уже знает. Кого-то убедит из детей. Или меня из... Журчит. Вырос, да? Быстро растет. Голодный, наверное. Я ему яйцо сварила. Сейчас корм приготовлю для него. Тесто готово. Я к тесту еще вернусь. Осталось совсем чуточку закваски. Да, я сохранила. На эту чуточку закваски добавляю немножко воды. Всегда наглазь делаю чуточку. И немножко муки тоже добавлю. Сейчас посмотрим, какая мука есть. Обычно добавляю немножко пшеничной. И еще немножко цельнозерновой. Хорошей муки. Какая есть. Может быть и ржаной муки, если есть. Оно рукой неудобно. Но ничего. Немного не аккуратно получается. Видите, как без оператора нелегко. И немножко такой муки добавлю. И замешаю. И пока достигнет до красивой консистенции. Сейчас надо хорошенько замешать. Вот так хорошенько замешиваю. Так вот. Сейчас консистенцию тоже покажу. Конечно, отдельное видео уже делала для хлеба. Но на всякий случай. Если кто-то думает, я что-то секретно делаю. Потому что прочитала несколько раз. Говорят, вы что-то не говорите. У вас хлеб получается с большими дырками. Но самый хороший, не секрет, деталь. Это готовность закваски. Когда вы его добавляете. Или какой срок вашей закваски. Чем старше, тем сильнее. Так что, если новая закваска, не огорчайтесь. Если не так получается. Она должна вырасти. Видите, вот такая консистенция получается. Не измеряю, ничего не делаю. Сейчас дам чуточку посидеть в комнатной температуре. Немножко закрою. Это моя оливик. Вот так вот. Закрываю. Оставляю. Где-то здесь. И иду гулять. Оставлю на час или на час с половиной. Потом заберу в холодильник. А эти еще надо четыре раза тянуть и складывать. Протягивать и складывать. Вот так вот. А сейчас идем гулять. Давайте вернемся. Папан спасу, Ма. О, нет. Это было круто. Арнур, да? Да, вы спрашиваете? Я хочу дышать. Я хочу дышать. И уходим. Какие тихие. Думаю, сегодня уже не будет очень интересно. Тот же самый круг делаем. То же самое снимать не будем. Но потом вернемся и, наверное, несколько минут продолжу. Продолжу. А, какой внимательный. Не хочет, чтобы домой пошла. Окей. А я не понимаю, зачем дверь открыл. Нернулись из прогулки. Дети сейчас телевизор смотрят. А этот, как всегда, лавашенчи скушает. Лаваш с сыром. И. Ну, тоже ужинает. Поздний ужин. Я пока не доела свой плов с салатом. Но очень вкусно. Сейчас надо тесто потянуть. Уже один раз протягивала. Ага, деть. Смотрите, какое прелестное тесто. У меня тесто всегда жидкое. Я очень много воды добавляю. Это тоже, знаете, влияет на качество, на легкость теста. Но многим с таким тестом работать очень неудобно. Вот так вот. В контейнере легко работать. Но потом, когда кладете на стол, как будто проплевает. Но техника как будто с этим к вам придет. И помощь пришла вовремя. С опытом, да. Это я второй раз протянула. Оставлю. А вот, помните, да, показала? Немножко протормила закваску. Там уже пузыри, видите? И не дам подняться до конца. Вот так уже сразу в холодильник поставлю. Что еще хотелось там сказать? Не помню. Вспомню, скажу. А равно, думаю, уже надо заканчивать с этим блогом. Чтобы у него было время посидеть, помонтажировать после ужина. Если вспомню, в следующем видео расскажу. Вы всегда, не только всегда, вы каждый день к нам в гости приходите. Или я к вам прихожу. Так что, друзья, не расстаются. Оставайтесь с нами. Будет очень хорошо. Это из мультфильма. О, пойдемте, посмотрите, как он вырос. Этот хочет кушать все время. Я подгузник или пеленку поменяла ему. Видите, вырос. Перя появились побольше. Вот по часам растет. Проказник. Окей. Если вспомню, расскажу завтра. Будьте здоровы. Будьте бдительны. Берегите себя. Увидимся. Все. У меня всегда руки или платье в муке. Будьте. 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 Будьте.